ответы на ваши васту вопросы привет друзья с вами канал артвасту и давайте пробежимся посмотрим что вы какие вопросы вы на присылали так анна здравствуйте дальше подскажите если на западном и юго-западном окне железной решетки то надо ли утяжелять все равно камнями эти сектора слушал вашу лекцию камни такие вопросы бывают также спрашивают про батареи и нет мы не считаем решетки и батареи утяжелением то что у вас уже стоит в квартире она там как бы находится и она вам не корректирует то есть мы вообще это не рассматриваем также как батареи под каждым окном она висит она висит под окном в притоке под окном в оттоке так провожу коррекции постепенно отмечено на вас ту карте в туалете на юго-востоке 7 золотых волнов общим весом 28 килограмм плюс 10 килограмм меди то бишь 38 ожерелье желтых сапфиров 7 штук по 5 карат 10 грамм меди на юге 34 железа 28 плюс здесь 38 а на юго-востоке больше чем на юге на юго-западе 66 килограмм железа плюс пленка на окнах золотая 7 красных кораллов скажите куда их можно заложить как скорректировать запад ведь квартире он представлен нашей небольшой частью нужно туда еще 36 волнов 66 на юго-западе на юге 34 и 38 на юго-востоке на западе 36 так посмотрим кораллы на восток вот сюда или вот сюда вот тут вокруг стеночки что у вас кладовка или что это такое коралла можно вот сюда можно вот сюда вот сюда только не залезайте ими так у вас нарушена пропорция почему вы на юго-восток положили веса больше чем на юг юг и юго-запад мы кладем веса одинаково или почти одинаково разные школы назначают немножко по-разному но суть одна что юго-запад самый тяжелый юг либо такой же как юго-запад либо он полегче но не в два раза если вы кладете сюда 60 сюда вы соответственно кладете 50 например соответственно сюда кладете забыл я с какой там сам большой вес 66 66 66 ну давайте от 66 плясать значит если у нас на юго-западе 66 значит сюда 50 или 55 значит сюда где-то 35 40 обязательно то есть вы не можете положить вот эти два и не положить вот этот и сюда соответственно меньше вы сюда очень много положили тащите отсюда вот на запад или на юг сейчас скажу сколько если здесь я сказала 35 36 ну вот 20 20 килограмм или 22 здесь оставляйте ну то есть как бы медь немножко камней 20 22 я думаю даже 25 думаю это много для юго-востока это все-таки юго-восток это уже такой сектор он уже как пограничный он же не совсем отток то есть распределите вес правильно так в чем вопрос то кораллы на восток туда же еще на восток тоже 250 грамм меди как вот вы уже положили на юго-востоке так как скорректировать запад запад нужно туда да на запад обязательно нужно уже сказала вот эту вот в принципе вот эту вот окно возможно что я бы заклеила тоже синий пленкой подвесы деревянные бы делать не стала а вот синюю пленку я бы скорее всего заклеил и надеюсь что вот эти три окна вы уже заклеили вот обязательно девочки и мальчики обязательно корректируем по формуле нельзя скорректировать один сектор весом и не скорректировать другой пожалуйста не забывайте это так так но я тут что-то уже отвечала текстом ну да ладно где по вас то лучше расположить колодец на участке и где дровник и туалет туалеты в на запад или на юго-запад или на юг дровник 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 это где дрова лежат но они как бы в такой постройки в массивной ну юго-восток юг юго-запад запад все сектора оттока так что там еще колодец колодец с чистой водой это вот именно чистая вода где вот если постройка не очень большая не тяжелая то на севере на северо-востоке так мы утяжелили все сектора оттока по формуле железными гирями муж периодически берет оттуда за я помню на это отвечал железо на себя никакую негативную энергию не забирает она просто работает как вес поэтому вы совершенно спокойно можете он может спокойно заниматься и и хвалите его и пусть он себе еще гири покупает вам только лучше больше больше утяжеления у вас квартире будет находиться так построила вас ту карту двух вариантов как лучше работать с корректировками еще волнует вопрос зеркальной стены от пола до потолка отражает окно и стену на одной из карт от северо-запад на другую запад не находится за ней находите юг юго-восток ну вот эта карта как я у себя на канале показываю строить наверное если она конечно правильно построена надеюсь что она правильно построена так я написала что вот эта карта точнее да как бы да вот эта карта точнее я сама такие же строю для сложной формы так а в чем вопрос то про зеркальную стену в зеркале отражается окно на западе которая в гостиной смотрите у нас зеркало в оттоке в оттоке это у нас юг север-юг это у нас значит юго-запад то есть она в любом случае в оттоке даже если чуть-чуть вы там неправильно построили вдруг оно все равно в оттоке это плохо и его надо отсюда убирать и неважно что там отражается в некоторых школах конечно там что-то говорят про это отражение и так далее но я пока что я с этим не согласна поэтому я считаю что зеркало в оттоке в какую бы сторону она не смотрела и чтобы она не отражала я считаю что это плохо вы себе делаете окно у вас в оттоке вот здесь как бы шкаф он заполнен то есть он вам дает загрузку это хорошо но зеркало все портит но это некоторые противоречивые как бы такие данные поэтому если вы услышите другую информацию не удивляйтесь просто вам нужно выбрать кого-то кому вы доверяете и у этого человека как бы к нему прислушиваться так в коридор затмений зажигать волшебную микстуру ну я тут уже пишу что мнение расходятся что если сомневаетесь делайте отчаяние пятью элементами его всегда можно делать но я считаю что волшебная микстура это тоже как бы инструмент и я считаю что его можно всегда зажигать здесь на мой взгляд здесь нет противоречий просто если вы будете делать это первый раз в жизни его зажигать и выберите именно такой сложный специальный день возможно это и лишнее но если вы его в принципе часто зажигаете то здесь уже не важно и для вашего пространства для энергии тоже потому что некоторые зажигают каждый день и почему они должны в особенно сложные дни пропускать этот ритуал то есть для меня непонятно то есть и так идет сложный астрологический период там какие-то положения планет не очень хорошие а мы еще не будем делать вот это подношение божествам на юго-востоке божества такие ого-го как бы и желательно все таки ему как бы волшебную мекстуру зажигать потому что они от этого становятся для нас более такими благостными и почему мы должны пропускать тогда особенно сложные дни так посмотрите пожалуйста мою власту карту построю по вашему видео что можно сказать сделать с югом в первую очередь хочу помочь дочери достигать лучших результатов в спорте это девушка уже пришла на консультацию так а она не прикрепилась не прикрепилась да девушка уже пришла на консультацию там сложная квартира буквой г и мы построили карту чтобы там появился этот самый энергетический центр чтобы весь весь брахмастан появился внутри квартиры и все сектора появились мы построили карту вот такого типа вот такого типа когда брахмастан сложной формы он находится где-то и сектора которые казалось бы выпадают кстати хороший пример давайте вам на нем покажу сектора которые по вот который прием я даю на своем youtube канале для простого как бы анализировать свою квартиру здесь в квартир схожные формы выпадают сектора и выпадает часть брахмастана видите юго-восток юг часть юго-запады кусочек брахмастана выпадает вот но эта сетка она простая она подходит для диагностики работы с простыми пространствами прямоугольными квадратными и с маленьким нарушением формы но когда форма сильно повреждена как здесь мы используем вот такую карту у меня пока нет видео как ее построить но возможно когда-нибудь она появится но ее можно у меня заказать вот такого типа когда у вас брахмастан вот здесь в серединке и вот здесь появляются вот эти сектора то есть видите юг у нас появился юго-восток хоть маленький но он появился в карте вот и такую такого же рода карту я построила вот этой барышни елене если перенести унитаз зону северо-запада что-то изменится в лучшую сторону или иметь значение точку сливок анализации на углу на северном северном секторе я не знаю в какой школе говорят про перенос самого унитаза загрязнение все равно дает труба канализационный и это канализационная труба на как бы все равно загрязнение в каком бы секторе она не находилась унитаз он тоже загрязнение чё туалет такой большой это санузел такой большой это это дом наверно а да 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 наверное это дом значит если это вход точка сливок анализации в углу в северном секторе а красно ну скорее всего вот здесь у них слив канализации потому что как бы больше вроде как по логике вещей вроде больше негде если вы если слив здесь унитаза перенесете вот сюда ничего не изменится то раз потом в доме в доме по идее туалет нам переносить вообще в сектор оттока хорошему вот сюда ответ на ваш вопрос нет вам не поможет потому что здесь все равно вот у вас слив канализации поэтому просто хорошо корректируйте свой санузел плохо конечно он такой большой я даже в своих квартирах разбиваю туалет и ванну на 2 даже если они очень маленькие получаются на 2 объекта потому что все-таки ванна она почище да мы ванну тоже корректируем так же как туалет но все-таки мое личное мнение что если вы следите более-менее за сливами ванны не даете там засоряться много сильно грязи не возникает запаха не возникает если вы там чистоту поддерживаете даже в трубах если вы поддерживаете чистоту я все равно считаю что ванна несет меньше загрязнений чем туалет а унитаз с канализационной трубой он как бы все равно сильно загрязнение несет если он занимает вот такую большую площадь 3 на 7 3 на 4 4 то как бы влияние его довольно велико на оба сектора то есть по сути ваш туалет портит вам и север и северо-запад это нужно дело корректировать вот с этой стороны северными корректорами вот здесь корректорами для брахмастана вот а вот здесь корректорами северо-запада по любому очень хорошо надо корректировать так на ваш вопрос ответ нет нет не переносим так что все вопросы закончились я только разошлась и еще у меня тут был вопрос под другим вообще постом но я случайно сегодня на него наткнулась давайте посмотрим потому что вот здесь у меня все отвечено это новый у меня квартира г-образная ориентирована ровно по сторонам света север сверху окна северо-запад а расширение в виде комната с балконом на юго-запад получается первым делом хочу настроить вибрацию услышал про закладку рубина в центр а а а а а я вспомнила почему я хотела этот вопрос разобрать смотрите девушка спрашивает а вот это же край квартиры правильно я понимаю если вот эта лестница если это лифт наверное то вот это санузлом вот так вот квартира или с гардеробной только техническое помещение да санузел вот здесь на накладку какая-то есть да в некоторых школах такая тема что начинаем с коррекции рубина вообще я хотела по этой коррекции рубина пройтись честно сказать я буду делать вид что я толерант короче просто очень много запросов и я вынуждена исправлять чужие ошибки на самом деле это сложнее чем назначить изначально правильно один смотрите в квартирах сложной формы вот в таких нужно строить вас ту карту вот как я только что говорила выше и вы увидите вот здесь вот ваш центр сложной формы он будет вот здесь если вы в принципе со временем если вам выгодно и вы захотите перенести центр чтобы ваша квартира стала вот такой формы убрав как бы вот эту комнату типа типа убрали вот так то для этого вам нужно будет не только рубин заложить в центр а весь ритуал роднодья и заложить вот здесь девять камней помимо этого еще сделать комплекс коррекций и только тогда эта штука заработает только тогда квартира поймет что вы центр перенесли и энергия заработает и она будет думать что она вот почти прямоугольной формы если вы просто закладывать рубин вот в такую сложную квартиру это не о чем вы просто зря портите пол вы зря закладываете потому что центр здесь вообще в сложном месте это вообще не та коррекция которая нужна в этой квартире вот что еще хотел сказать рубин в центр мы можем перенести центр если у нас например он попадает в четко в толстую стену у вас тут даже толстых стен нет ну вот если вот такая толстая стена была в нее бы четко попадал бы центр или даже там была бы какая-то кладовочка например и где-то вот в нее бы с краешку попадал бы рубин центр центр вы бы хотели этот центр вынуть немножко из этой кладовочки чтобы он чтобы ему вибрации не мешали его вибрации и вот вы бы хотели бы вы немножко перенести ну как вам показать ну например вот 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 сюда вам нужно рубин а он у вас центр центр вы хотите вот сюда а он у вас вот здесь то есть перенести его там на полметра на 70 сантиметров на 30 сантиметров ну наверное метр уже много на 20 сантиметров ну то есть вынуть его из стены или вынуть его из санузла если он с краешку где тут если он с краешку не то что он прямо вот тут в центре так не получится а чуть-чуть 20 30 50 сантиметров тогда эту коррекцию используют тогда рубин размещают и тогда как бы центр квартиры он немножко переносится чуть-чуть смещается 20 30 50 сантиметров сколько-то но если мы переносим центр вот он у вас сейчас вот здесь брахма останешь центр примерно вот здесь где-то а вы если хотите его вот сюда то это там больше двух метров вот то не получится ничего никакого выхлопа не будет это разные разные коррекции они по-разному действуют это разные вещи ты мифы мифы я надеюсь что я сейчас не только вам что вообще всем я всем кто посмотрит это видео я надеюсь что я немножко пояснила друзья я не уверена что эта рубрика дальнейшем сохранится поэтому ну точно не могу сказать что я прям закрываю под тем видео которое вот сейчас выйдет оставляйте под ним комментарии но я не обещаю не знаю если не пойдет у меня дальше то я эту рубрику закрою вот с вами был канал артвасту я надеюсь что мои ответы вам помогают ориентироваться в таком противоречивом мире в котором у нас много вас-то мифов и не только и разные школы дают разные и если именно мой подход вам нравится подписывайтесь на мой канал если мой подход вам не подходит не вопрос выберите себе такого вас-то эксперта кто вам откликается и у него тогда доверяйте тогда ему потому что по-другому здесь не получится здесь не будет такого что человек придет и скажет вам вот так правильно а это неправильно то есть это разные трактовки разные моменты но здесь все равно вы можете выбрать только на свои чуйки на интуиции на доверие вот как кому у вас лежит душа к этому человеку идите все друзья с вами был канал артвасту и увидимся в следующем видео